На прямой связи со студией политолог Саэль Искандеров. Саэль Мэм, добрый вечер. Добрый вечер. Плоды усилий БАКО в урегулировании армян-азербайджанских отношений уже видны на проходящем... Мы знаем, что КОП-29 в 2024 году будет проходить в Азербайджане, потому что Армения отошла от этого списка в списке восточноевропейских стран. Была Армения, Азербайджан и Болгария. И Болгария, Армения убрали свою кандидатуру, и Азербайджан перенял. 29-й КОП пройдет в Азербайджане. Мы уже видим плоды урегулирования отношений. То есть все идет к подписанию этого мирного соглашения или как? Я бы в первую очередь отметил бы один очень важный момент. Вопрос даже не в том, что Болгария и Армения, допустим, Армения отозвала свою кандидатуру именно из-за того, что вот определенный там есть намерк на то, что между Азербайджанами и Арменией это движение позиций по заключению мирного договора. Есть еще другой момент, понимаете? Если сравнить возможность Азербайджана с Арменией, с Болгарией, а еще более там с Арменией, будет всем ясно, что, понимаете, не пример им, Азербайджан уже давно превратился в международную платформу по проведению именно таких международных и грандиотных мероприятий. В этом плане Азербайджан, естественно, годами накапливал опыт. И в этом плане, я бы сказал, даст Старшков Фору определенным странам, даже более развитым странам, чем, скажем, Болгарией. А с другой стороны, да, есть тут какая-то там изюминка того, что если Армения там в пользу Азербайджана отозвала свою кандидатуру, это тоже может в какой-то мере там послушать сигналом к тому, что да, Армения там, Ереван готовится и готова там в Армении как минимум политическое руководство Армении, то, что там из Белизии взаимоотношения с Азербайджаном, постепенно интенсифицировать вот это взаимодействие, вот этот переговорный процесс, и чтобы прийти в конечном итоге к общему согласию, к общему знаменателю, который будет именно как раз в пользу не только Азербайджана и Армении, и как раз в целом его региона, и еще тех стран, которые непосредственно выражают свои интересы геополитические и экономические интересы в этом регионе. Да, вот с определенной точки зрения, можно как раз предположить то, что, в принципе, Армении уже, я бы сказал, понимаете, это уже не сегодня наступил этот момент для Армении, они уже давно это начали понимать, но, к сожалению, есть определенные внешние силы, которые в том или ином контексте, хотя и в том или ином контексте, хотят еще там как бы продлить вот эту ситуацию неопределенности в регионе и в отношениях Азербайджана с Арменией, ну, последние шаги вот за последние вот несколько месяцев конкретно уже по Иматорску уже позиция сторон, я имею в виду, Азербайджан и Армения в этом плане уже сбережаются, и, дай бог, я думаю, что хотя бы там, ну, хотя очень мало осталось до конца года, но можно хоть и как бы конкур там, будут вырисовываться какие-то общие там согласия по мирному договору. Ну, вот мы уже видим, что вот Азербайджан и Армения впервые договорились и о том, что будут поддерживать друг друга на международной арене. Как вы думаете, какие перспективы для двух стран на сотрудничество на международной арене открывает вот эта позавчерашняя договоренность между странами? Весь вопрос в том, что, понимаете, Руфак, уже это очень хорошо, и это очень положительный момент, потому что страны, вроде которые там до последнего момента, вот до этого заявления там как бы враждовали, хотя мы знаем, что Азербайджан, не враждует, а Азербайджан не враждует, враждует как раз со стой стороны, вернее, враждовали. Я думаю, что да, это тоже принесет какие-то свои там очень серьезные и положительные плоды. Представьте себе, да, вот страны, которые являлись до сих пор как бы там враждебно рассматривали друг друга, там, какие-то международные, какие-то международные площадки, региональные площадки будут поддерживать инициативы друг друга, там, и их интересы друг друга. У меня имеют интересы, когда я говорю образом, естественно, там, если какие-то там, как бы скажем, более крупные интересы, может где-то не совпадать, не соприкасаться, но в этом плане то, что две страны Южного Кавказа, которые вот до сих пор, в принципе, там, враждовали, и что эта вражда там еще не окончена, с той стороны, в этом плане, если будут поддерживать друг друга, это полностью будет на благо Южного Кавказа, понимаете? Мы прекрасно там понимаем, что на Южном Кавказе как раз-то вот это самое, вот этот самый старый конфликт, вот этот Карабахский конфликт, как назывался, образно говоря, да, вот как раз-то он очень мешал, вот это очень мешал там трех странам Южного Кавказа и другим странам, вне региональных игрокам, как бы совместными усилиями, там, сотрудничать в направлении процветания региона, установления долгосрочного мира и безопасности. Вот в этом плане, я думаю, что да, если обе стороны там уже извили свои там, как скажем, политическую волю и желание, что вот да, они будут поддерживать друг друга, инициативу друг друга на международных, международных, международных площадках, это очень много чего стоит. Да, я бы не сказал, что да, может быть, это не сразу там все это стали свидетелем вот этих поддержек, но я думаю, со стороны Азербайджана никаких проблем не будет. Естественно, если эта проблема возникнет, я более чем уверен, что это возникнет со стороны Армении, даже не со стороны Армии, а ее, этот, зарубежный покровитель. Александр Альбомов, ну вот возвращаясь к теме Всемирного климатического саммита, можно ли сказать, что выбор Баку как место проведения вот следующего климатического саммита, это связано с успешным представлением, точнее, председательствованием Баку в движении неприсоединения, а также в других мероприятиях мирового значения? Руслан, я думаю, что этот вопрос, это вообще без вопроса, это не обсуждать этот вопрос, потому что Азербайджан уже неоднократно доказывал, не только там вот во время председательства, по ходу там, председательства движения неприсоединения, мы знаем, что Азербайджан уже практически как минимум 15 лет превратился в очень-очень выгодную там международную планшадку по разным событиям, международным мероприятиям, а что, разве только это, там, председательство Азербайджана в этом движении, в движении присоединили, там, проводится вот так эффектно и причем очень положительным о русстве, а что, мы забыли вот почти этот, уже традиционные конференции по диалогу там, цивилизации, там, этнокомфессиональному диалогу там, в Азербайджане, мы знаем, что Азербайджан, я говорю, давным-давно уже превратился очень такого мощного и очень доброго, я бы сказал, хозяином вот таких мероприятий, и, естественно, это момент очень играл свою роль, а поэтому первые части своего выступления вот после первого вашего вопроса сказал, что здесь сыграл еще и этого, понимаете, я более чем уверен, что ни Болгарии и тем более ни Армении не смогли и не смогут там так вот принимать в этом мероприятии в качестве хозяина вот это хозяина таких мероприятий, да, как Азербайджан. Мне кажется, это однозначно, это даже этот вопрос не подключит обсуждение даже в этот момент. Тогда финальный вопрос вам задам. Вот Армения признает территориальную территорию Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян также признает, но при этом мы видим, как Армения активно пытается закупать оружие, закупает ее Франция и Индии. Вот чем обусловлена такая непоследовательная политика, Ереван. Я бы там сказал, Руфат, я уже неоднократно и в вашей студии, там на студии там на СБС, там я с эфира там СБС говорю, понимаете, в этом вопросе я как раз-то Армению веду меньше всех. Вот в этом плане, мне кажется, очень, очень крупные и очень неприятные вопросы должны быть адресованы в первую очередь Франции и Индии тоже. Вот о чем идет речь. Понимаете, мало что Армения хочет. Я вас уверяю, даже Армения не хотела никогда поднимать в Карабахском вопросе в конце 80-х годов прошлого века. Ну что, чего греха тает, а что там утаивать, не говорите, называть вещи своими именами. Это были как раз-то западные страны, которые именно, извините за выражение, заварили эту кашу междунациональной каплицей на Советском Союзе, даже на территории Советского Союза, чтобы развалить этот Союз. Да, у них были свои геополитические интересы, но это их там, боже мой, это бог им судья. Но почему азербайджанский, армянский народ должны были поплатиться вот за их авантюры, за эти геополитические игры. Вот о чем идет речь. Поэтому я, честно говоря, в этом плане у меня больше вопрос не к Армении, а именно как раз о Франции и Индии. Что они тут потеряли? Францию там мы понимаем, а что Индия там вдруг проснулась, что там какие-то извините меня, свои какие-то интересы. Я вас уверяю, здесь вопрос в том, что вот сфера военно-технического, сфера военно-технического там сотрудничества в сфере, кстати, за ними всегда стоят геополитические интересы. Вот это сотрудничество с сферой в военно-техническом сфере не бывает без геополитических интересов. Там, если это, допустим, утверждено то, что там чисто экономический вопрос, экономические интересы, которые там все лет продажа оружия, выведок от стран. Это все чушь, извините, это все конкретно продиктовано геополитическим интересом. Вот поэтому мне очень интересно, что они потеряли в этом регионе, что они ищут в этом регионе. Азербайджан всегда предлагает всем странам, и странам, которые непосредственно соответствуют с регионом нашим, и еще и далеким там странам, далеким соседям, да, там, скажем, всегда предлагает очень взаимовыгодное партнерство. Но экономическое партнерство на Азербайджане никогда никого сюда не приглашает, чтобы не приглашают, чтобы бестаблизировать ситуацию. Вот в этом плане я думаю, что Франция и Индия там должны опомниться. А то, что Армения, я вас уверяю, в Армении никогда не было там самостоятельной внешней политики и даже внутренней политики. И в этом плане просто они очень хорошо используют Армению как удобный инструмент. Все, больше никаких вопросов. Благодарю вас за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог Саиле Искандеров. Продолжение следует...